Продолжаем курс истории и культуры Монголии Средневека. Вторая лекция у нас называется «Монголия. Древности и раннем Средневековье». Древности и раннем Средневековье. У нас два больших вопроса. Два больших. Это археология. Археология Древней Монголии. Но курс истории Монголии через археологическую практику, через курс археологии уже изучали. Поэтому этот вопрос мы оставляем за Александром Тендопычем. Первый вопрос выезжали на раскопки и уже науки, так скажем, исследовательской работы получили. Ну и второй большой вопрос, это действительно большой вопрос и по временным рамкам, и по охвату территории. Это формирование. Формирование племенных союзов. Формирование племенных союзов. И первых государств в Центральной и Восточной Азии. Центральной и Восточной Азии. И вот первое, это хумская держава. Хумская держава и ее влияние на судьбу Евразии. Второе. Синьбийское государство. Синьбийское государство. Третье. Жужжанинский каганат. Третье. Жужжанинский каганат. Четвертое. Тюркский каганат. Пятое. Уйгурское ханство. И шестой вопрос. Китайская империя или империя Ляо? Империя Ляо. Мы уже говорили. И вот поэтому следует сказать. Потому что современная историография, методология, методология большое значение, имеет формирование, образование, историческая деятельность кочевых империй. Конкретно монгольские империи, империи Чингисхана. И вот поэтому в целом в историографической литературе кочевые империи, созданные протомонголами и монголами, характеризуются как варианты варварских империй. Варварских империй. Это было общество ломатов, общество кочевников. Организованные по военно-иерархическому принципу. Военно-иерархическое принципу, занимающее относительно большое пространство, большое пространство и получающее необходимые, получающее необходимые нескотоводческие ресурсы. Как правило, посредством внешней эксплуатации, внешней эксплуатации это грабежи, бойны, контрибуции, вымогание подарков, так скажем, вымогание дань, это данничество, или неэквивалентная торговля. То есть торговля продуктами кочевников и ремесленными продуктами земледельских цивилизаций. То, о чем я ранее говорил. И поэтому в целом следует по методологии выделять следующие признаки кочевых цивилизаций. Первое заключается в том, что это многоступенчатая иерархическая социальная организация, в то же время в значительной степени пронизанная, схваченная, скрепленная племенными и надплеменными. Родственными или, как мы говорим, генеалогическими связями. Родственными генеалогическими связями. То есть здесь понятие родство существует или является образующим. Так, второй. Дуальный. Дуальный. На крыльях. На крыльях. На крыльях. Или триадный. Триадный. Это центр. И крылья. Принцип административного деления империи. То есть здесь ставка, здесь левая крылья, здесь правая хунгария, дунгария и так далее, так далее. Так, третий. Военно-иерархический. 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 Характер общественной организации. Хозяйственной организации метрополии. Но здесь уже и по курсу истории Китая, и по курсу, в какой-то степени, истории Индии, я говорил о том, что здесь складывается, то есть древнюю складывалась система 525-125. 525 дворов, 25 дворов, 125 дворов. Это было административное. И начиная с родовой, затем превращаясь в административную структуру. У монголов, уже у кочевников, мы видим административную систему более, так скажем, усовершенствованную, или более, так сказать, приспособленную к кочевому образу жизни. И здесь у нас в основе лежит десятичная система. Десятичная система. Десять-десять, арбон, зон, мигрон и так далее, так далее. Десять, сто, тысячи и так далее, так далее. Четвертое. Это ямская служба. Ямская служба. Как особый способ организации административной инфраструктуры или административного государственного управления. Пятое. Это специфическая система наследования власти. Система наследования власти. Империя – это достояние всего ханского рода, института правительства Курултай. Института правительства Курултай. Шестой. Особый характер. И это занимает существенное место в истории кочевых народов, в том числе монголоязычных. Особый характер отношений с земледельческими цивилизациями. Земледельческих цивилизаций и земледельческий мир. И поэтому в истории, в целом, в истории сейчас по методологии выделяется три модели кочевых цивилизаций. Три модели кочевых цивилизаций. Это типичная импирь. Типичная импирь. Вот как представляете. Кочевники и земледельцы. Ну, берем, грубо говоря, монголы и Китай. Сосуществуют на расстоянии. Сосуществуют на расстоянии. Большое расстояние. Недели, месяц, полгода, год двигаться. И поэтому, исходя из этого, так скажем, сосуществования, получение прибавочного продукта, получение прибавочного продукта намадами или кочевниками, осуществляется путем или посредством дистанционной эксплуатации. Дистанционной эксплуатации. Это набеги. Это вымогание подарков. Вымогание подарков, или, как мы сейчас говорим, грубо, рэкет. Это неравноправная, неэквивалентная торговля, когда кочевники принуждают земледельцев торговать с ними. И вот такая типичная империя является хунну. Старство хунну. Старство Синьби. Тюрки. Первое, второе, тюркские каганаты, об этом будем говорить, уйгуры. История центральной части России, уже, так скажем, первое, скирское царство и другое. Второе тип империи. Это даннические империи. Даннические империи. В этом случае земледельцы зависят. Земледельцы зависят от кочевников. Зависят от кочевников. И уже формой эксплуатации, формой принуждения, так скажем, формой принуждения является данничество. Является данничество. Это хазарский каганат. Хазарский каганат. До, так скажем, истории до Киевского государства российского. Это империя Ляо. Китайская империя. Ну и классический, наиболее известный нам вариант, это Золотая Орда. Золотая Орда. Относительно государства Киевской Руси. Относительно же захватов монголами Китая. Это было образованное внуком Чингисхана, хан Мухобилэ, государство Юань. Государство Юань Китая. Которое существовало на территории Китая порядка 90 лет. Китая просуществовала порядка 90 лет и оказала, так скажем, и негативное, и, так скажем, положительное влияние на китайскую цивилизацию. Это даннические, это второе наиболее распространенное. Третий. Третий. Это завоевательная империя. Завоевательная империя. Это когда кочевники, кочевники завоевывают земледельческое общество и переселяются на его территорию. Береселяются, ассимилируются, можно сказать. То есть, ассимилируются. Это парфи. Это Кушанское царство. Это поздняя скифия. Поздняя скифия. И поэтому на этом этапе развития кочевой империи, на смену грабежам и тайничествам, то есть, на смену военным действиям, приходит регулярное налогообложение земледельцев и горожан. Это земледельцев и горожан. Земледельцев и горожан. И сразу следует сказать, что это норма налогообложения в разные страны, в разных регионах было по-разному. Одним было налогообложение монгольских ханов, жителей государства Киевской Русь. Одним было налогообложение, уже по курсу истории средних веков я говорил, налогообложение мусульманами. Захваченные земледельские цивилизации, когда один налог платил мусульманин араб, второй налог платил немусульманин араб, третий налог платил немусульманин не араб и так далее. То есть, здесь это была достаточно гибкая система налогообложения, которая, в свою очередь, исходила из подушевого, а подушевое, почему приоритетно, потому что при кочевом образе жизни, так как при земледеле исходить из количества земель, сложнее подушевое. Но здесь же, опять же, упадя в первую лекцию, говоря о источнике истериографии, следует сказать о том, что считается основным у качевников. Что считается основным? Что является богатством? Количество скота. Это с одной стороны. С другой стороны, количество пазович, то есть количество земель, на которых мы здесь могли пастись эти многочисленные стада. Что первично, что вторично. И вот этот вопрос достаточно сложный, достаточно сложный о том, как говорящий, так скажем, или характеризующий, лучше сказать, характеризующий состояние развития той или иной качевой цивилизации. И здесь же, как я уже ранее говорил, большое значение имеет климатические изменения, климатические условия, климатические условия, климатические условия. Поэтому вот этот наш основной вопрос о том, что количество скота определяет богатство и знатность наемного, так скажем, хана, или количество земель, количество пастбищ, водоемов, которыми владеет тот или иной хан. Говорит о его богатстве, о его знатности. Этот вопрос мы пока оставляем открытым. Оставляем открытым, которым к своим самостоятельным выводам должны прийти в дальнейшее изучение истории Монголии, периода истории средних веков. И вот поэтому курсы археологии, федероголев и так далее, и так далее я оставляю. Оставляю, непосредственно перехожу уже к истории кочевых государств, кочевых империй. И первый вопрос это у нас хунтская держава. Хунтская держава. Что следует сказать, что в Центральной Азии, в конце второго, в начале первого тысячелетия, складывается хозяйственно-культурный тип экстенсивного кочевого скотоводства, экстенсивного кочевого скотоводства, который определил на несколько тысячелетий историческую судьбу, так сказать, степной зоной Евразии. Степной зоной Евразии. Это огромный поезд, еще раз повторяю. Поэтому, возвращаясь к этой первой лекции, мы говорим о процессах ареноматизации. Ареноматизация, да, мой коллега, так скажем, старший товарищ Владимир Викторович Грай-Воронский относительно истории современной Монголии разрабатывает проблему ареноматизации. Мы говорим о том, что трехмиллионные, там двух с половиной, трехмиллионные населения Монголии после разрушения социалистических отношений, так скажем, и строительства новой Монголии значительное количество монголов возвращается к кочевому намадному образу жизни. образу жизни. Но и в то же время относительно Монголии, это не уходя в сторону, следует сказать, что в одном Монголии живет свыше миллиона человек. Миллион, двести, миллион, триста, там это достаточно плавающая цифра, потому что центральные, так называемые, урбанистические, урбанизированные Монголии и огромные юрточные пригороды, так же как у Ланды, так скажем, вокруг всевозможные поселения, пригороды, так скажем. И вот поэтому реномизация, насколько в 21 веке, насколько в 21 веке актуально возвращение, возвращение, возвращение к намадному, кочевому образу жизни. К чевому образу жизни, к намадному, экологически чистому, как люди говорят, образу жизни. И вот поэтому, поэтому отдаленные предки монголов, так же как и Хуну, так же как и других азиатских, кочевых народов, переходят от состояния первобытно-общинного строя, первобытно-общинного строя, первобытно-к раннефеодальным отношениям, раннефеодальным отношениям на рубеже тысячелетий. Но здесь же по курсу истории средних веков я говорил о том, что, насколько понятие феодализм характерен или свойственен понятиям кочевым народам. Кочевым народам. И это я еще раз повторяю, исходя из пятиступенчатой формационной структуры первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической и социализм общественной формации, насколько кочевой мир входит в эти понятия общественно-экономической формации. Общественно-экономическая формация. Мы пришли к выводу о том, что понятие формации, формационный путь развития не совсем торжественен, не совсем соответствует понятие кочевая цивилизация. Понятие кочевая цивилизация. И здесь мы уже говорим о так называемом цивилизационном пути развития. О том, что отдельные народы, в первую очередь кочевые народы, в своем историческом развитии развивались не только в рамках какой-то одной общественно-экономической формации. То, что здесь уже, исходя из территориальных, этнических и так далее причин, здесь более характерно понятие цивилизации. Понятие цивилизации со своими характеристиками. И вот здесь я начинаю сразу говорить, что такое монгольская цивилизация. Можем ли мы говорить понятием монгольской цивилизации и о том, что она торжественна цивилизациям земледельческих, той же России, земледельческого Китая. И в то же время восточные кочевые империи нельзя сопоставлять, нельзя сравнивать с раннефеодальными европейскими государствами. И в то же время их нельзя идентифицировать, так скажем, сравнивать с восточными деспотиями того же Китая или той же Индии соседствующих. Это разные вещи. Поэтому в 20 веке, и особенно на пороге 21 века, развивается так называемый мирсистемный подход, который характеристует тем, что мир или айкумены делятся на центр и периферии. Центр из периферии, из которой выкачиваются ресурсы. И поэтому в этом случае кочевники являются спутниками кочевых цивилизаций. Спутниками кочевых, то есть являются спутниками землетельческих цивилизаций. Землетельческих цивилизаций или, как мы методологически характеризуем, как мир империи. Мир империи, через тире мир империи. И поэтому на этом этапе развития, выполняя важные посреднические функции, связь между отдельными регионами, отдельными государствами, отдельными цивилизациями, кочевые народы находят свою нишу, так называемую, между мир империями. Мир империями и в свою очередь выступают, выступают как важный посреднический и в то же время стабилизирующий элемент в мировом разделении труда. Элемент в мировом разделении труда. И поэтому, по мнению некоторых ученых, в степной Евразии, складывается скотоводческая цивилизация, которая, в свою очередь, проходит в своем развитии два периода. Эпоха скифа сибирского мира, седьмой, третий век до нашей эры. И второй, это гунно-тюркская эпоха наматизма. И поэтому для каждого периода развития были характерны свои особенности. Для древних обществ, седьмого, второго века до нашей эры, фиксируем археологическими памятниками, археологическими раскопами. Мы их можем характеризовать как раннегосударственные образования. Раннегосударственное образование. Поскольку, или что, в чем заключается? То, что эти государства обеспечивали производство необходимых продуктов. Необходимых продуктов. Приводили к разделению труда. Регулировали взаимоотношения. Взаимоотношения внутри общества. И обеспечивали целостность общественной структуры. И вот на рубеже тысячелетий, на рубеже тысячелетий, если мы берем конкретно нашу великую монгольскую степь, начинается меняться облик культуры, образ жизни, так скажем, людей говоря красивым языком, цивилизационные изменениями. Цивилизационные изменения. Были связаны с тем, что хунну на востоке, народы усуньи на юге и сарматы, близкие к восточнославянским племенам, сарматы на западе, начинают формировать раннефеодальные, или раннеплеменные, лучше сказать, раннеплеменные государственные образования. И начинается эпоха, эпоха норманизма, эпоха кочевников в степной зоне, эпоха скотоводческой цивилизации. Этот период цивилизации, этот период развития, отмечен увеличением, увеличением роли экстенсивного скотоводства, экстенсивного скотоводства, как основы, как экономической основы, формирующихся на хозяйственных, так скажем, бытовых, политических, социальных отношениях, в которых лидирующий, регламентствующий роль, начинает занимать скотоводство, начинает занимать скотоводство, скотоводство, и в то же время, в то же время, этот период на рубеже тысячелетий приводит в формирование будущего этнического состава, этнической картины, так скажем, центрально-азиатской степи. Это было связано с тем, что возникают новые элементы материальной и духовной культуры, новые элементы материальной и духовной культуры. И поэтому, можно сказать, что нам надо на рубеже тысячелетий были политически господствующие силы, политически господствующие силы. И поэтому здесь выделяются наиболее характерные черты нового этапа цивилизации. Это экстенсивность скотоводческого хозяйства, экстенсивность скотоводческого хозяйства, экстенсивность скотоводческого хозяйства, скотоводческого хозяйства, особенно кочевого, особенно кочевого. И в то же время полная зависимость, полная зависимость от кочевников, От кочевников, их соседей, которые в свою очередь, или кочевники, зависят от природных условий. И в то же время этот процесс формируется. Это формирование лидирующих центров и концентрации власти, концентрации богатства в руках формирующейся кочевой племенной знати. Кочевой племенной знати, кочевой знати. Появление уже престижных символов, престижных символов у этой знати. И этот период заканчивается в целом. Этот период заканчивается в период 18-19 века. В период коломиальных войн. Или говорят о такими. В период распространения машинных технологий. В период буржуазных революций. Ну и самое главное, более понятно, распространение магнестрельного оружия. Просто огнестрельное оружие, как мы знаем, для истории средневековой, не только Европы, но и вообще средневековая цивилизация, сыграло решающую роль. Огнестрельное оружие, первоначально пушки, затем уже ручное вооружение, архивузы, мушкеты и так далее, свели на нет достоинства кочевого воинства. И поэтому, поэтому с этого времени, с этого времени и с этого времени, мы еще раз подчеркиваем, я в первую лекцию возвращаюсь к тому, что кочевники сходят, сходят как культурно-хозяйственный, как культурно-хозяйственный тип, сходят с исторической арены, сходят с исторической арены и сами становятся, сами становятся предметом экспансии со стороны оседлых государств. Со стороны оседлых государств. И поэтому хронологически, хронологически, вот когда мы говорим о падении Великой Степи, хронологически мы это определяем периодом 17-18 века. И вот поэтому, заключая вторую лекцию, мы говорим о том, что я вам еще не принес, не показал, во всех филиалах и в Бохоне и в Аге есть курс лекции, разработанный совместно нами с Антолием Владимировичем Галых и мной. Курс лекции по древней и средневековой истории Монголии. Древняя средневековая такая желтая. Я вам покажу еще. Она существует, курс лекций, который непосредственно рассматривает, насматривает то, о чем мы говорим. Я, по-моему, первая лекция какая-то обязательная, как само собой существующая, силы даже, по-моему, мне кажется. Вот это курс лекции. И вот этот курс лекции будет основным по изучаемой нами курсу, курс истории, культуры и истории Монголии в период средневеков. Поэтому вторую лекцию, вторую лекцию, на этом мы будем завершать. Ну-ка, уже к третьей лекции, к третьей, то есть к первому семинару, вы должны посмотреть уже рабочие программы, рабочие программы и уже подготовиться, уже подготовить вопросы, подготовить первые сообщения. Первое сообщение, которое предусматривается этими рабочими программами, этими рабочими программами. Ну вот первые две лекции пока на этом мы останавливаемся. Затем третью лекцию мы уже будем рассматривать непосредственно историю отдельных кочевых империй и государств. И к этому времени, к этому времени вы уже должны готовить самостоятельно работы. Здесь, как у нас уже практика показала, уже обменивание не только по скайпу, но и обменивание письменными работами, которые вы будете посылать в мой адрес, и я буду отвечать ей. Это будет достаточно, так сказать, плодотворным изучение нашего курса. Поэтому вторую лекцию на этом разрешите завершить и на следующей лекции мы перейдем уже к Ахумской державе, затем к Монголам и так далее, так далее. Так, спасибо за внимание сегодня достаточно.